Из Азии в Европу вплавь за час-десять минут. Интервью с участником межконтинентального заплыва через пролив Босфор заставит начинающих пловцов поверить в свои силы. Какую дистанцию преодолел сотрудник Казанского университета, смотри в нашем сюжете. Живописные берега Босфора привлекают в Стамбул туристов, в том числе и спортивных. Лишь раз в году пролив полностью перекрывают для судоходства на два часа, чтобы провести межконтинентальный заплыв длиной в шесть с половиной километров. Я хорошо готовился, не только физически, но и теоретически. Смотрел различные видео на ютубе бывших плотцов, кто хорошо преодолел эту дистанцию. Смотрел карту течения, все изучал. Все боялись, а вдруг вот я прыгну, а мне кто-то уже там сзади прыгнет и на хребет прям. Но в итоге такого не было. Попасть из Азии в Европу вплавь можно в среднем за полтора часа, но победители укладываются в 45 минут. Опытный участник после старта ищет короткий путь к середине пролива, где его подхватит течение. Около 5-10% пловцов не справившись сходить с дистанцией. Преодолеть непростой маршрут удалось сотруднику Казанского университета Дмитрию Егорову, около года занимавшегося плаванием в выздоровительных целях и в июне впервые вышедшему на открытую воду Казанки. Мой результат часной восемь при лимите времени два часа. То есть это, конечно же, не топ уровень, но я думаю, для первого раза, учитывая, что это был, по сути, второй старт моей жизни на таких соревнованиях, то достаточно достойно. Я считаю, если сравнивать с прошлым годом, со знакомыми, я, в принципе, даже проплыл лучше, чем они. Это не то же самое, что в бассейне, но сейчас, знаете, просто была такая волна эмоций, что, наверное, она просто съела все, все вот эти какие-то физические недомогания, физические испытания, просто даже не могу вспомнить, чтобы я испытывал какую-то физическую боль после заплыва или усталость. Просто эмоции все перекрыли и дали мне дополнительную энергию. Говорят, попробовать свои силы на Босфоре может пловец, способный преодолеть 2-3 километра за одну тренировку, получивший рекомендации тренера и врачей. Дмитрий, получивший диплом участника, доказал своим примером. Главное – регулярные тренировки и боевой настрой. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.